Привет, друзья! Мы продолжаем говорить о фишках, благодаря которым вы можете сделать свой английский более современным и интересным. Сегодня рассмотрим слово actually, которое очень популярно в разговорной речи. Оно в какой-то степени является словом-паразитом, так как очень часто вставляется в разговоре как по поводу, так и без особого повода. Зачем оно нужно? Потому что делает речь более непринужденной и эмоциональной. Actually значит на самом деле, в действительности, фактически. При помощи этого слова можно сделать акцент на теме, о которой вы говорите. В качестве примеров рассмотрим диалоги из сериала Sex and the City. Have you actually ever known anyone whose relationship changed magically overnight? Мы можем перевести эту фразу как Ты в действительности знаешь кого-то? Ты реально знаешь кого-то? А ты на самом деле когда-то встречала кого-то, чьи отношения волшебным образом изменились за ночь? Yes, look at Carrie and Big. Their relationship is totally different. Да, посмотри на Керри и ее мужчину. Их отношения стали совершенно другими. Следующий пример. So you're actually going to the dinner? Так что, ты и в самом деле идешь на ужин? Ты и правда идешь? Yep. I'm determined to make partner in this firm. Да, я намерен остаться учредителем в этой фирме. So, actually, we want the same thing. We both want to spend more time with you. Ну вот, на самом деле мы хотим одного и того же. Мы оба хотим проводить больше времени с тобой. Last night I actually started writing about my sock drawer. Men as socks. Socks in the city. Прошлой ночью я вообще начала писать о своем ящике для носков. Мужчины как носки. Носки в большом городе. Как видите, слово actually может переводиться по-разному. В этих примерах оно не играет огромной роли в предложении. Однако служит для привлечения внимания собеседника к теме, о которой говорят. Также слово actually может показывать, что сейчас вы будете мягко противоречить собеседнику. Либо говорить информацию, которую тот не ожидает от вас услышать. Давайте посмотрим на примерах. I should get Jeremy home. You must be jet-lagged. Я должна отвезти Джереми домой. Должно быть, ты очень устал после перелета. Actually, I feel great. I slept on the plane for once. На самом деле я чувствую себя отлично. В кои-то веки поспал в самолете. Налицо противоречие. Она хочет отвезти Джереми домой. Ведь по идее он очень устал. Однако Джереми протестует и говорит, что чувствует себя великолепно. You know, Jennifer was wearing sandals. Perhaps she took yours by mistake. Знаешь, Дженнифер была обута в сандалии. Может, она забрала твои по ошибке? Well, actually, they weren't sandals. They were manolas. Но на самом деле это были не сандалии, а босоножки Манола. И снова противоречие. Потерянная пара обуви была не просто сандалиями, а фирменными босоножками Манола. Смотрите больше уроков из рубрики «Современный английский» по ссылкам в описании. Если вам понравился урок, обязательно ставьте палец вверх и пишите комментарии. Не пропускайте свежий материал в группе Englisher ВКонтакте и в Инстаграм. Спасибо за внимание. С вами был Кирилл. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok